В эфире время новостей. И главные темы этого дня. На пути к переменам коллективу Верховного суда представлен новый руководитель. Подделка не пройдет. Вызов фальшивомонетчикам бросает компания по производству приборов, безошибочно определяющих подлинность купер. Продать не прогадать, почему у селян возникают трудности при реализации собственного товара на рынке. Президент Абхазии Рауль Хаджимба представил служителям ФИМИДы страны нового председателя Верховного суда Зураба Агумава. Решение об этом назначении глава государства назвал важным шагом в рамках ротации кадров на пути к переменам в судебной системе. В свою очередь Зураба Агумава поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что впереди у структуры немало новых задач. На официальной церемонии присутствовали также вице-спикер Народного собрания Даур Аржба и секретарь совбеза Мухаммед Килба. Репортаж Илана. Я думаю, что сегодняшнее состояние в вашей системе судебной потребовало соответствующих перемен. Предшественник Зураба Агумава на посту председателя Верховного суда Роман Мужба назвал его человеком принципиальным, верным своим позициям, влюстителем закона. Своё же решение об отставке Мужба объяснил состоянием здоровья. Я уверен, что ему это всё удастся и будут обеспечены права и свободы наших граждан в судебном порядке. Огромное спасибо всему судейскому сообществу. Я принял осознанное решение в силу своего состояния, здоровья и ряда других личных причин. В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Зураб Агумава поделился своим отношением к недавно принятым поправкам в Конституцию. Он также отметил важность равнозначного участия в подготовке к реформам всех ветвей власти. В последнее время парламентом были приняты ряд законопроектов. Это итог многолетней деятельности как исполнительной, так и законодательной и судебной власти, которые, можно сказать, определили принципы организации функционирования судебной системы в будущем. Я считаю, что это очень большое достижение. В первый рабочий день Зураб Агумава уже успел пообщаться с коллегами, наметить некоторые планы на ближайшее будущее. Однако судебная реформа слишком сложна и витивата. Каждое изменение требует тщательной подготовки, отметил председатель Верховного суда. Мне надо вникнуть в детали того, что происходит в судебном сообществе. Сегодня у меня уже состоялся разговор с некоторыми судьями Верховного суда. После того, как я изучу обстановку более детальную, конечно, какие-то изменения должны произойти. Личность Зураб Агумава хорошо знакома судебному сообществу республики. Он долгое время работал в военном суде. Свои опыты и профессионализм теперь Зураб Агумава будет применять на новом посту, более ответственном и, по его собственному признанию, более сложном. Печальная новость. 9 августа на 60-м году жизни скоропостижно скончался выдающийся спортсмен Усхан Чингис Цугба. Неоднократный чемпион Турции, Германии, Европы и мира по классической борьбе. Во время Отечественной войны народа Абхазии он оказывал большую помощь воюющей родине, активно способствовал развитию международных связей Абхазии в мире спорта. Усхан Чингис Цугба являлся президентом Союза смешанных боевых единоборств республики, строил большие планы по развитию детского и юношеского спорта в стране. Соболезнования родным и близким спортсмена направил премьер-министр страны Артур Микваби. К другим темам. Президент внес на ратификацию в парламент договор между Абхазией и Россией взаимной правовой помощи по уголовным делам и договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Документы были подписаны 28 мая 2015 года в Санкт-Петербурге в рамках пятого международного юридического форума. Основной целью подписания договора взаимной правовой помощи по уголовным делам является обеспечение более эффективного сотрудничества между обоими государствами в области борьбы с преступностью. Договор о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, был подписан с целью облегчения процесса социальной реабилитации лиц, осужденных к лишению свободы, путем разрешения им отбывать наказание в государстве и их гражданство. Парламент рассмотрит внесенные главы государства на ратификацию договора. В сентябре, по окончании парламентских каникул, сообщает официальный сайт президента Республики Абхазия. Фальшивые денежные купюры – не редкость для Абхазии. Для того, чтобы обезопасить кассиров и продавцов от мошенников, необходимо вооружить их соответствующей аппаратурой. С этой целью, дабы представить свою продукцию, приборы, позволяющие безошибочно определить подлинность купюры, в сухум приехали представители компании «Кассида Евразия». Современные устройства заинтересовали многих абхазских предпринимателей. Проблемой разбиралась Амелия Сатурян. С наступлением темноты продавцам приходится быть особо внимательными и осторожными, так как именно в темное время суток в кассу попадают фальшивые деньги. В некоторых магазинах установлены приборы, при помощи которых можно обнаружить подделку, однако они не всегда бывают эффективны. В последнее время очень часто получается так, что мы же вечером работаем, допоздна, особенно вечером. Вот какое-то определенное время, как будто их откуда-то завозят или печатают, я не знаю, такой момент бывает, что в день бывает по 5-6 человек заходят с фальшивой монетой, 5-тысячной особенно. Один раз я пропустила, вот такая была, видимо, или подделка, или что, что аппарат пропустил фальшивую монету. Однако зачастую в пунктах приема денег нет даже самых незамысловатых приборов для обнаружения поддельных банкнот. Кассиры вынуждены проверять купюры на ощупь, на глаз или при помощи подручных средств. А фальшивомонетчики не дремлют и с каждым днем совершенствуют свое мастерство. Да так, что сегодня не всякий прибор может обнаружить подделку. Вызов им объявила московская компания «Кассида Евразия», которая изобрела аппарат для обработки наличных денег. Мы занимаемся производством и продажей оборудования для обработки наличных денег. В частности, это оборудование для проверки банкнот на подлинность по различным признакам защиты. Не секрет, что при большом обороте наличности всегда бывают случаи, когда кто-то пытается под видом нормальных банкнот реализовать какие-то поддельные банкноты. Как следствие, мы получаем большой процент поддельных денежных средств, практически беспрепятственно циркулирующих по стране. Не обнаруженные на первом этапе в кассе магазина или кафе, они также свободно попадают в местные банки. В Абхазии был большой вброс поддельных банкнот высокого минимума, то есть 5 тысяч рублей, и это был очень большой объем, порядка 200 миллионов рублей. И они были обнаружены уже в банке, то есть после того, как они прошли весь цикл. Компания «Кассида Евразия» представляет на рынок различные модели детекторов для использования в любых местах приема денег, магазинах, гостиницах, кафе и банках. Стоимость приборов приемлемая, также долгий срок обслуживания. Есть приборы, которые автоматически действуют и проверяют банкноту сами с помощью тех встроенных датчиков, которые в них находятся. То есть кассир просто должен вставить банкноту в этот детектор, и он уже проверит все машиночитаемые признаки, которые заложены в этой банкноте. Компания известна не только в России, но и далеко за ее пределами. Она выпускает высококлассное банковское оборудование. Местные банкиры считают необходимым его использовать. Я надеюсь, что то оборудование, которое будет здесь распространяться, этой фирмой, оно найдет... Банки найдут заинтересованность, будут заинтересованы в его покупке и расходных материалов, а также и небольшие магазины, и разного рода структуры, включая там и государственные структуры. Если все пойдет по лучшему сценарию, компания «Кассида Евразия» откроет в Абхазии магазин своей продукции и сервисный центр. Амелия Сатурян, Раму Камки, Сосрико Агуха, Абаза ТВ. Российские военные принимают участие в расчистке участка железной дороги от Ачамчиры до Ингура. Эту информацию агентство «Спутник» подтвердил руководитель Абхазской железной дороги Гурам Губас. По его словам, российские железнодорожные войска на безвозмездной основе занимаются разминированием и очисткой участка железного полотна. При этом неизвестно, будет ли возобновлено транзитное сообщение между Россией и Грузией через Абхазию. Сегодня речь идет лишь о расчистке дороги. Разгар лета. Урожайное время и для крестьян, и для торговцев сельскохозяйственной продукции. Часто самим земледельцам удается реализовывать свой товар, зарабатывая неплохие деньги. Но, как показывает практика, большую прибыль получают реализаторы товара, а попросту – перекупщики. А все потому, что в Сухоми нет колхозного рынка. Как распределяются места между торговцами на центральном рынке, почему у производителей сельхозтоваров возникают трудности – в репортаже Марья Анкотовой. Кто продает, будет богатым, а кто выращивает, будет горбатым, говорит народная мудрость. Доля правды в этом есть. Агавник Кюлян вместе с мужем возделывает землю. А именно 25 соток плодородной почвы, на которой растет все – от мандаринов разных сортов до базилика и петрушки. Рано утром она обходит свои владения. А это грядки с помидорами, огурцами, фасолью и баклажанами. Любуются результатом вложенного труда, собирают урожай и продают. Чаще всего за товаром приезжают к ней домой. На рынке, по словам женщины-перекупщики, делают все, чтобы им, крестьянам, не досталось и клочка свободной площади. Если бы места дали, чтобы свободно, вот мне, например, когда надо, я собрала, пошла, недельку два раза, и то, если я сама свое продам, пойду, это мне шикарно. Но нет места. Поэтому вот я договариваюсь, или с дома приходят, берут, или же рано утром часиков 4-5 возим на рынок, оптом даем и домой. Виктор Иванович тоже выращивает много разных овощей и зелени. Но предпринимать попытки найти место на рынке давно перестал. По его словам, для специально отведенных для крестьян местах стоят перекупщики. И ничего с этим не поделать. Но, как говорит Виктор Иванович, если хочешь оставаться в бизнесе, подстройся под текущую конъюнктуру. Даже если приходится отдать свой товар за бесценок. На отсутствие торговых мест жалуется крестьянка, которую мы встретили уже на рынке. Точнее, за его территорией. Ведь внутри периметра, по ее словам, мест нет. Но, как выяснилось, информация об отсутствии мест на рынке не совсем правдива. Не хватает проходимых мест, то есть тех, где за день проходит максимальное количество покупателей. При этом на втором этаже торгового павильона пустуют целые ряды. Обратите внимание, второй этаж наш, на который вложены после пожара огромные средства, в которые рынок до сих пор выплачивает кредит. Но оно нам мало пользы приносит, не задействовывает. Вот те же крестьяне, те же не хотят подниматься сюда. Никто не хочет работать себе в убыток, поэтому каждый крутится как может. Сельхозпроизводители, чтобы не терять драгоценного времени, сдают овощи за полцены оптовика. Перекупщики, занимая самые многолюдные места на рынке, втридорого реализуют местную продукцию, которая высоко ценится и жителями республики, и туристами. Но часто, выдавая импортный товар за Абхазки, они заключают сделки с покупателем только в свою пользу. И фермеры, и покупатели видят выход из этой ситуации. По их мнению, нужно организовать отдельный колхозный рынок. Но, по словам министра сельского хозяйства Тимура Эшба, это остается делом далекой перспективы. Надо будет отдельную ярмарку, либо рынок, где у наших сельчан будет возможность приехать и свою продукцию самим продавать. Мы только начинаем думать об этом, как сделать, потому что это так, насколько сделать не получается. Это надо подготовиться к этому, место подобрать, потом это оборудовать. Место надо, это связано с расходами, но идея витает такая у нас. Но ждать откроется колхозный рынок когда-нибудь или нет, земледельцы не могут. Их главная забота – вырастить хороший урожай, опробовать новые сорта и культуры. Агапник Кюлян в этом году занялась еще и малиной. По ее словам, на сельском хозяйстве заработать можно всегда, но и трудиться приходится очень много. Мы с мужем работаем, успеваем вроде бы, не знаю. Он что делает, вы что делаете? Он трактором пащет, поливает, иногда траву выдергивает, остальное сажать, подвязывать, выщипывать. Все это, это мое дело как бы. Рабочий день на рынке продолжается около 8 часов в сутки. Работа в огороде около 20 часов. Получается, что крестьянин трудится почти в три раза больше продавца. А выгода в пользу последнего. И только в силах государства, используя ручьи власти, если не изменить ситуацию, то хотя бы улучшить положение сельхозпроизводителя в этой цепочке товарно-денежных отношений. Мария Анна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ. Заключенные следственного изолятора МВД Абхазии проводят акцию неповиновения, выступая против неудовлетворительных условий своего содержания. Как отметил в интервью агентству «Спутник», помощник уполномоченного по правам человека при президенте Абхазии Дмитрий Маршан, заключенным необходимо предоставлять комнаты для личных свиданий и ежедневной прогулки. Это элементарные условия, которые необходимо создать. Маршан также сообщил, что вопрос необходимости улучшения условий содержания заключенных ставился перед руководством республики неоднократно. Помощник уполномоченного по правам человека при президенте встретился с начальником штаба МВД Мурманом Геги. Насколько ему удалось узнать, недовольство заключенных вызвало то, что в камерах были установлены заглушки, чтобы заключенные не могли пользоваться сотовой связью. Геги сообщил, что заключенные не имеют права пользоваться сотовой связью и они не могут это обозначить причиной своих недовольств. Для того, чтобы поднять шум, можно найти и другой повод, сообщил Дмитрий Маршан. Продолжаем выпуск. Торгово-промышленная палата Абхазии учредила благотворительный фонд «Парк свободы». Как сообщает Обснепресс, его основной целью станет помощь администрации города Сухум в благоустройстве территорий столичной площади. Доходная часть бюджета фонда формируется за счет благотворительных пожертвований юридических и частных лиц. Проект благоустройства планируется начать уже в октябре этого года и завершить ко дню празднования 25-летней годовщины Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии. А 25 сентября в Государственной филармонии состоится завершающий этап благотворительного марафона – благотворительный концерт, в ходе которого будет озвучена сумма собранных средств, а также имена тех, кто оказал поддержку и содействие в реализации данного проекта. В Абхазии несколько дней гостил Виктор Воронов – нейрохирург, кандидат исторических наук и доктор медицинских наук, профессор кафедры психоневрологии Санкт-Петербургского медицинского университета, член Президиума Ассоциации детских нейрохирургов России. Представитель дворянского рода Вороновых в интервью нашему телеканалу рассказал о своей молодости, научных трудах, представителе их фамилии и своих ближайших планах. – Абхазия – это моя родина, где я родился, где родились мои родители, жили мои бабушки и дедушки. Поэтому для меня Абхазия, моё село Цыгиня – это родные места. И забота и чаяния этих людей были моим интересом в течение всей моей жизни. – Что сегодня у Вашей данной цепи? – Ну, к сожалению, это печальное зрелище, но оно неминуемо постигает те усадьбы, где нет людей, нет хозяев. И постепенно дом ветшает, естественно, всё зарастает. Все тропинки, все уголки, которые были раньше доступны для отдыха и обзора местности. Всё это зарастает постепенно и требует большого ежедневного внимания. Но, к сожалению, этого нет. Полную версию интервью с Виктором Вороновым смотрите на нашем телеканале сразу после программы «День в истории». О спорте. В Сухоми завершился 17-й международный турнир по каратэ до Кубок Яшитаки Фунакоши. Участием в нем приняли более 200 спортсменов из Абхазии, России и Турции. В рамках турнира проводились семинары, в ходе которых знаменитые мастера каратэ делились своим опытом с молодыми спортсменами. А в последний день прошли соревнования впервые в Абхазии также были проведены командные поединки, в которых представители Абхазии заняли первое место. Подробности у Надежды Боровиковой. Яшитака Фунакоши – выдающийся мастер каратэ с острова Окинава. Его отец Гичин считается родоначальником каратэ в Японии и основателем отдельного направления в каратэ Шотокан. Именно в этом стиле соревновались в минувшие выходные спортсмены из России, Абхазии и Турции. Все участники были поделены на семь возрастных категорий и продемонстрировали свое мастерство в трех дисциплинах – ката, кумите и фукуго. Ката – это рисунок движения, который мы делаем, так называемый бой с тенью. То есть мы делаем движения и при том представляем то, что делаем соперника. Ката – это очень древнее искусство, им занимаются мастера до конца своих дней. Кумите – это вот именно наши бои. А фукуго – это называется двоеборья. Это мы делаем сначала ката и кумите. Так спортсмен показывает, что он умеет совмещать обе категории, то есть разносторонний спортсмен. Шесть лет назад Мария Сеньковская пришла на тренировку к Ахри Абухбад за компанию с младшим братом. Брату не понравилось, а вот Маше осталось. Сейчас ей 16, ее семья переехала обратно в Сургут, но девочка не бросила каратэ. Она приезжает каждое лето в Сухум, уважительно называет первого тренера сенсей и с радостью выступает за Абхазию, если появляется такая возможность. Так сложились обстоятельства, что пришлось уехать два года назад. Очень, конечно, было жаль не столько из-за учебы, сколько именно за каратэ, потому что найти нужного тренера, тем более как второго отца, это очень тяжело. Поначалу может показаться, что каратэ – не женское занятие. Но опытные мастера говорят, что девушки зачастую добиваются даже больших успехов, чем юноши. Они более дисциплинированы, настойчивы, у них сильная воля к победе. Этот турнир не стал исключением. По словам Алексея Ерофеевского, тренера, эксперта и одного из судей турнира, девушки показали очень хороший результат. То есть на уровне с мальчиками, бойцами, представителями разных стилей, разных школ, девочки были на одном уровне и даже в некоторых моментах были лучше. Особенно, что радует хитрее. Отлично проявила себя на турнире и Сима Харазия. Гордость Абхазии – многократный призер международных соревнований, чемпионка мира по каратэ. Сима признается, что турнир был очень познавательным и сложным. Соперники оказались сильными, но она постаралась и завоевала три первых места. Не обошлось без травм. Травмы очень сильные у меня, особенно нога. Как так получилось? У меня каждое соревнование, вот так я как бы пытаюсь вложиться, все свои силы вложить в эти соревнования. И у меня без травм никак. Впервые на турнир в Абхазию приехали гости из Кабардино-Балкарии. Мурат Думанишев, тренер Кабардинской сборной, произвел впечатление на других мастеров своей техникой. А также помог российской сборной завоевать второе место в командных поединках. Мы находимся так, как будто мы никуда не уезжали, мы как будто бы дома. Потому что, в принципе, мы сами с Кавказа, и у нас климат, как там, и адаптацию ничего не проходили. Очень легко все. И в будущем мы договорились, будем приезжать чаще, общаться. Обмен опыта будет. И к нам ребята тоже будут приезжать в Нальчике. Будем проводить свои турниры. Организаторами турнира выступили Госкомитет по физической культуре и спорту, Сухумский комитет по вопросам молодежи и спорта и Федерация карате до Абхазии, основателем и президентом которой является Ахра Абухба, многократный чемпион мира и тренер с большой буквы, воспитавший несколько поколений каратистов в республике. Я волновался больше всех за тех детишек, которые впервые участвуют в таких больших соревнованиях. Те, которые совсем недавно начали заниматься карате. А остальные дети, я могу без ложной скромности скажу, что чемпионы приехали в гости к чемпионам. Потому что многие ребятки мои уже с огромным опытом. Поэтому это было вдвойне ответственно принимать у себя дома таких именитых спортсменов, как национальная сборная Турции. В завершении турнира прошла церемония награждения. Спортсменам вручили памятные дипломы, кубки и медали. Больше половины наград завоевали представители Абхазии. Надежда Боровикова, Торник Амичба, Абаза ТВ. В завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник в столице Абхазии будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 35, ночью 24 градуса тепла. На этом пока все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова